В Приднестровье готовится отметить 26-ю годовщину образования. Об истории этого праздника и о жизни нашего государства мы будем говорить сегодня в программе «Вовремя итоги». Здравствуйте, меня зовут Александр Лагутин. И сегодня в гостях у нас председатель женского движения терраспольчанка Валентина Тимофеевна Корнилова и заведующий кафедрой отечественной истории Приднестровского госуниверситета профессор Николай Владимирович Бабилунко. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, Валентина Тимофеевна, вспомним историю этого праздника. Вот как вам запомнилось 2 сентября 1990 года? Прежде чем стать республикой, мы долго что-то делали, прежде чем ее организовать. У нас очень сложные были ситуации, так как такого еще в мире нигде не было, чтобы кто-то, мы же первые из СНГ, начали вот такое как бы становление своей части. Пока мы не знали, как это будет, республика не будет, но это было, как-то надо было нас себя защитить от того произвола, который делался в Молдове на тот момент. И поэтому мы начали думать, что и как. Вот с чего начиналось у вас все? Ну, начиналось все с митингов. Это у нас настолько был тогда единый народ, настолько мы все были единомышленники, все предприятия были едины. ОСТК взяла в руки флаг, мы же все почти пошли под флагом ОСТК. Многие директора поддержали, если бы не поддержали директора, наверное, бы простым людям сложно было вот это сделать, вот эту революцию. Это можно сказать, что это революция. Ну, потому что это делалось, наверное, всем вместе, как единый кулак. И у нас вот это зародилась республика, и вот мы ее выстрадали. Вот не так нам все это было просто. А вот 2 сентября как бы как-то запомнили, что это за день был? Это был, проходил съезд депутатов, и когда проголосовали и приняли это решение, то все ликовали, это было как бы, хотя вот это были мы все в невидении, но столько было радости, что мы делаем, как мы делаем, это же неизвестность. Но столько было радости, и я считаю, что мы все сделали правильно. Николай Вадимович, а для вас как начиналась республика? Ведь вы же работали тогда в Кишиневе, и вот еще переехали сюда. Вот как это для вас все было? Я в Кишиневе работал, в Академии наук. Но занимался тогда очень много политической борьбой. Мы организовали, я был в числе первых даже руководителей интердвижения в Молдавии. Кстати, и терраспольские наши коллеги, товарищи были, Большаков на первом заседании учредительном. И, конечно, основные события, можно сказать, были не в Кишиневе. Кишинев очень поддерживал, но там не было такой сплоченности, как в Приднестровье. И мы буквально вырывали газету «Трудовой террасполь», которая началась еще в период забастовок выходить. Сначала «Бастующий террасполь» это был. «Днестровскую правду». Потом я начал сотрудничать с Печелом. Мы печатали здесь то, что в Кишиневе нельзя было напечатать. Печатали здесь. Здесь, конечно, была обстановка абсолютно иная, потому что забастовки 1989 года – это вообще что-то невиданное, неслыханное в истории Молдавии. Понимаете, ни при царе, ни при румынской оккупации, но никогда не было такого, чтобы бастовали 400 предприятий, чтобы сотни тысяч людей бастовали, не работали. Это невиданно было что-то. Это действительно, вот Валентина Тифрейна сказала, я с ней согласен совершенно точно. Это была революция, революционная ситуация. Вспомним, что классики говорили. Когда верхи не могут править по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Вот, и когда страдания народа достигают высшего предела, и народ начинает бороться уже за свои права, вот это и есть революция. Она была, отодвинули от власти горком партии, и ОСТК стала руководить всей жизнью обществу. Горком, я помню, они там сидели в шахматы, играли, телевизор смотрели. К ним туда даже никто не шел. Вот, но мы тогда в Кишиневе деньги собирали, ну, на митингах, в поддержку бестующих. Это была революционная ситуация, и я видел, что происходит в Кишиневе, но, с другой стороны, здесь не было того, что было в Кишиневе. Это толпы погромщиков, которые ходят по улицам, избивают людей. Прошли, сначала они там изгоняли всех евреев, там кричали «утопим русских в жидовской крови», «русских за Днестр, евреев в Днестр». А когда они стали уезжать, эти толпы народного фронта пошли, ходили на вокзал и били там уже на вокзале отезжающих евреев. Вот что до чего доходило. Милиция не вмешивалась, милицию там, они сами нападали на милицию, если вы помните, 7 ноября там подожгли здание МВД, ну, и так далее, и так далее. Вот, вот эти ужасы. Я видел в Кишиневе этот шабаш, я видел здесь, как собираются десятки тысяч на митинги, и митинги были хорошие, с хорошими лозунгами, с человечными, с гуманистическими лозунгами. Это было противостояние, понимаете, добра и зла. Это свет и тьма. Вот, и здесь, и мы, и здесь победили. В Кишиневе победила тьма, к сожалению, ничего здесь с этим не поделаешь. А здесь свет. А как вам заполнился день 2 сентября 90-го года? Ну, 2 сентября я тогда еще в Кишиневе был, и мы готовились к открытию университета. Чуть-чуть попозже, собственно говоря, университет наш, это первое детище. Вот что сделало Народный фронт, когда он пришел к власти в Кишиневе? Они открыли полицейскую академию, там, на улице Дойна, там, в районе кладбища, закрыли молдавскую школу-интернат, причем молдавскую. Мой дядя когда-то ее еще строил в 50-е годы и был ее директором бессменным до своей смерти. Они эту молдавскую школу-интернат закрыли, открыли там полицейскую академию. Вот что им нужна была. Полиция. Здесь, в Приднестровье, когда была создана республика, через буквально там 2-3 месяца, уже в октябре месяце, да, еще не прошло даже двух месяцев, как мы уже проводили вступительный экзамен, и у нас был первый набор в наш университет. Тогда он назывался Терраспольский государственно-корпоративный университет, и мы были на втором этаже в горкоме партии, тогда у нас там нам выделили несколько кабинетов. Вот были наши все аудитории. Вот наша республика начиналась с университета, и потом, благодаря Яковлеву Василию Никитичу, и медицинский факультет открыли, и многие другие, историков не было в Приднестровье, юристов есть не готовили. Это все же в Кишиневе было. Здесь был только пединститут. Вот с чего начиналось. Вот я тоже говорю, насколько контрастно, что было там и что было здесь. Для меня 2 сентября, я, конечно, в это время находился в Кишиневе, но мы читали газеты, мы слышали радио, для нас это было, понимаете, как какой-то источник прохладной воды в пустыне, как оазис, который питает наши чувства и дает нам силы бороться дальше. Валентина Тимофеевна, сейчас существует такое мнение, что все-таки республику больше создавал не народ, а руководители крупных предприятий, которые здесь были на Левобережье. Как вы относитесь к такому мнению, вот вы как участник тех событий, повлияли ли как-то руководители этих крупных предприятий, или все-таки это больше шло от народа? Я считаю, что больше от народа, потому что некоторые руководители, не все были согласны, и не все поддерживали нас. Некоторые весело ездили в Кишинев, докладывали, что здесь делается, что и как, а это делал народ. И поэтому, да, много было таких директоров, которые поддерживали и таких больших предприятий, но были такие, что мы не знали, за кого они будут. Но народ решил, и мы как выходили всем миром, можно сказать, на площади, и останавливали все предприятия, так мы это и делали. Хотят, нравится или не нравится, и потом мы не знали, какие будут последствия, потому что это была единая страна. Если в Молдове сейчас 25 лет, в Украине 25 лет, то нам-то 26, значит, получается, что мы старше их. И вот мы-то делали в неведении, мы не знали, что из этого получится, какие последствия для нас каждого будет. Но мы шли и делали, потому что мы верили, что будет светлое будущее у нашего народа. Потому что такой народ, который был тогда, его нельзя было победить. Это была просто, это была стена настоящая. Николай Владимирович, а как Вы относитесь к такому мнению, что над созданием республики больше работали руководители крупных предприятий? Было ли такое? Руководители крупных предприятий, как их называют обычно, там, белые воротнички или синие воротнички, они сыграли очень большую роль. Возьмите, Большаков, Смирнов, Берников – это руководители крупнейших предприятий. И за ними пошли люди. Народ, естественно, снизу. Сами руководители ничего бы не сделали, если бы их не поддерживали их собственные коллективы. Тогда ОСТК был создан, и на каждом предприятии был свет трудовых коллективов, которые были равны по этому закону, который был принят при Горбачёве, когда он стал отнимать власть у других, у партийных деятелей, и экономических деятелей, руководителей предприятий. Он был принят в закону Совета трудовых коллективов. Они были созданы везде. И вот этот Совет трудовых коллективов брал власть в свои руки. Но если бы эти руководители пошли бы против своих коллективов, а у нас были некоторые предприятия, вот вы, наверное, помните, там, швейная фабрика, где не очень или не поняли они, к чему всё идёт. Идёт к развалу, к смерти, к гибели всеобщей страны, к хаосу ведёт. Либо они были действительно... Ну, таких было очень немного. Те, кто был настроен против собственных коллективов, против собственного народа. Но они сделать даже ничего не могли, потому что у них, собственно, их коллективы, их толкали вперёд. Не хотели уходить. Ну, всё, в сторону отошли, и уже больше не участвовали ни в экономической жизни, ни в политической. Поэтому роль директорского корпуса, конечно, была очень большая, но она не была определяющей. Определяющая роль – это всё-таки трудовые коллективы, это все жители, это всё население. Вот когда население почувствовало себя не толпой, какой-то, которой управляет пастух, нет, всё, чувства эти закончились. Население почувствовало себя народом. Но мы сплочены, и если мы вместе, и все мы вместе будем выступать, мы добьёмся победы. Так оно и получилось. Вот, Валентина Тимофеевна, интересует ваше мнение, ну, я тогда под стол пешком ходил, как говорится, а вот 90-89 год, вы, как женщина, чувствовали, что государство разваливается, и вот его больше не будет. Вот у вас было такое ощущение? – Да, да, да. Потому что то, что творилось тогда, даже мы понимаем, что и в Москве, кто лебедь, рак и щука. А когда начинался подниматься национальный вопрос, то тут уже и не надо было ничего думать. Это было ясно. То же самое это происходит и в наше время. Мы же понимаем, что всё начинается с национальности. Если мы кого-то ущемим, то обязательно получим в ответ. Нельзя никого ущемлять. Ни по национальности, ни по цвету кожи, вообще никак. Тогда будет мир и покой. А если мы начнём говорить, что тот плохой, тот правый, тот неправый, никогда не будет мира. Ни в большой, ни в маленькой стране. – А вот такой вопрос. С какого года вы почувствовали, что уже всё, не будет того государства, мощного Советского Союза? Когда вам пришло это чувство? – Наверное, вот тогда, когда республика организовалась. Вот тогда мы поняли, что мы первая ласточка, которая начала отстёгиваться от этих республик. Кусочек, который отошёл от Молдовы. Раз отошли, сначала был же Советский Союз, отошли эти республики, но они ещё не провозгласили себя. А мы оказались более, как бы сказать, быстрыми, смелыми, решительными. И мы смогли это сделать вперёд, как я говорю уже. Им по 25 лет, а нам 26. Мы самые старые из развала Советского Союза. – Николай Юрьевич, а у вас было такое чувство, что вот Советский Союз развалится, что не будет этого мощного государства? – У меня были опасения очень большие, но я надеялся, что до этого не дойдёт. Мне казалось, что всё-таки хватит ума нашим руководителям в Москве. Несмотря на то, что такой шут Гороховый, как Горбачёв, которого все сначала любили, и для всех это было очень удивительно, после периода Брежнева, то, что был Черненко и его на руках, чуть ли не таскали. Вдруг человек обращается свободно, говорит с людьми. Конечно, это вызывало энтузиазм, все надеялись, что это будет. Дальше он даст толчок развитию нашей страны. Никто не считал, что он будет стрелять в затылок нам. Все думали, что наоборот, больше социализма, тогда говорили, больше демократии. Вот какие были лозунги. Но при этом вдруг открывают все шлюзы, и какой-то поток нечистот идёт на нашу историю, на нашу политику, на нашу литературу, на нашу культуру, на наш язык, на всё идёт какой-то сплошной сейливый поток, засоряется знание. Вот что начинало, так сказать, вызывало страх. Ну, а самое, конечно, страшное, когда к власти стали приходить в Прибалтике националисты, когда Компартия стала изменять, когда все эти секретари, там, Брзаус, Костом, помните все эти, я уже не помню даже фамилии, в общем-то и не важно. На Украине этот самый бывший Кравчук, секретарь, да, Кравчук по идеологии становится вдруг лидером националистического движения, сепаратистского движения. Вот это вызывало, конечно, очень большую тревогу, Ну, а окончательно я понял, что все, видимо, дальше уже пути не будет, сторона разваливается без всякого уже. Это после подавления так называемого путча ГКЧП, когда это была достаточно темная история, когда сам Горбачев, видимо, это все сделал, уехал в Крым. Как это может быть? У тебя горит дом, и ты едешь отдыхать? Когда у хозяина горит дом, он бежит, созывает соседей, они поливают, наверное, тушат его, и все забираются, чтобы тушить, а он уезжает отдыхать в Форос, это уже было понятно, что здесь какая-то идет очень грязная, грязная игра. И после того, как этот, так называемый путч, это спектакль, конечно, а не путч, он был подавлен, стало ясно, что все, страна уже не сохранится. Тут стали запрещать компартию, когда был Смирнов арестован, вы помните, Ботнер, там, Попов, и многие-многие пологов, многие наши лидеры, лидеры нашей республики, лидеры ОСТК, и Игорь Николаевич Смирнов был брошен в Кишиневской застенке, в Киеве арестован, где он проводил, кстати, переговоры экономические с правительством Украины, он оказался в тюрьме. Все было ясно, и вот здесь, кстати, наши женщины, в общем-то, они проявили героизм такой, ну, что, я не знаю, как, наверное, в античных каких-то поэмах, это женщина, когда выступает герой и спасает страну, и спасает, это действительно то, что сделали поднестровские женщины, это, ну, должно быть, как бы, как говорится, записано на скрижальных историях. Но то, что расцарна разваливается, я понял, что уже обратного пути не будет после так называемого ГКЧП и его подавления. А, Валентина Тимофеевна, а вот вы как ГКЧП отнеслись тогда, вот в те дни, вот у меня мама до сих пор вспоминает, что она активно их поддерживала, мы же в Дальнем Востоке жили, но папа политработник говорит, молчи, а она такая, ну-ка, вдруг все будет хорошо. Мы поддерживали, наверное, те, кто понимал, что развалится страна. я не думаю, что там из-за кого-то из них как личности. Мы переживали за страну, и ваша мама, и я, и думаю, многие другие. Потому что было же основное, это что у нас, как и сейчас, наша республика, так тогда была страна великая, и чтобы ее погубить, вот за это мы и боялись. И переживали, здесь мы переживали, потому что, допустим, Рудской там командовал, был не последний человек, а мы здесь, Рудским, он нам здесь помогал в свое время, когда у нас была такая ситуация, и как нам быть, не помочь ему, а он просил отсюда помощи, вплоть до авиации. Это в 93-м году, да? Да. Но мы не могли себе такое позвать, и кто мы такие есть, чтобы мы вникли в Москву, и это самое. Поэтому нам здесь было еще сложнее разобраться, и кого-то поддержать или не поддержать. Нам очень было Приднестровством, особенно тем, кто немножко занимался политикой, понимал, что делается там, и что вот мы, в какой ситуации, и было очень сложно. Николай Вадимович, вот вы в социальных сетях недавно описали вот те воспоминания, очень интересно. Вот все-таки тогда же была принята наша декларация о независимости. Может, она уже подстегнула Кишинев вот таким активным действием против Приднестрова? Я думаю, здесь даже было немножко сложнее. Вот я вам скажу, как я это воспринял. Вы говорите, ваша матушка в Сибири, да, на Дальнем Востоке. А я был в это время, я только-только перешел из Кишинева и попросил у ректора пару недель отдохнуть с дочерью, и мы купили путевку, поехали из Бендер до Белгорода, Днестровска, там стояли, купались, загорались на нашем пароходе и вернулись обратно. И вот утром я 20 или 19 августа выхожу в умывальник, встречаю капитана этого деплохода, и он мне вдруг выпалил. Горбачева сняли. А я подумал, что это какой-то неудобные новые. И так улыбнулся, да, интересно, и что дальше. Он говорит, нет, в самом деле, сняли, сняли, идемте. И мы пошли к нему в каюту, и вот смотрим, там балет идет, Лебединое озеро, потом начинаются новости. Конечно, я был потрясен, но прежде всего меня интересовало, что, что, какая будет политика экономическая, будет рынок, или все-таки начнется плановый беспорядок. Все, рынок, я понял, значит, нормально. Какие законы? Приоритет обще-союзных законов, значит, все, государство будет сохранено. И у меня, как говорится, на душе стало легче. И потом, когда был завтрак, включили по связи, по радио эти новости. Там, в основном, публика была из восточных районов Украины. Вы себе не представляете, что это, какое ликование началось. Люди вскочили, стали целовать друг друга. Боже, наконец-то закончился этот бардак, извините. Наконец-то все, сейчас заживем уже нормально. В общем, все поздравляют друг друга, шампанского пили, танцевали. Это было ликование всеобщее. То есть, они все поддерживали ГКЧП? Все, конечно. Не то, что ГКЧП. Это слово, сейчас оно вошло так. Тогда, ну что, чрезвычайное положение, а у нас действительно в стране чрезвычайное положение. А что, разве нет? Если она разваливается на глазах, если идут толпы фашистов по улицам, маршируют, да где это было видано в период советской власти такое? Это до чего докатились? Конечно, все воспринимали это ЧП, это страшное дело. Но через несколько дней все это было подавлено в Москве. Ведь это кукольный, можно сказать, спектакль с путчем и начались репрессии. В Молдове это было вообще что-то невероятное. Ну просто ночь черная опустилась. Запретили компартию, стали закрывать русскоязычные газеты, редакцию газеты «Молодежь» Молдавии разгромили, подожгли, избили журналистов, стали обмазывать извините дерьмом памятник Пушкину даже в Кишиневе. Ну как говорится, чем богаты, тем и рады. Стали сносить памятники советским воинам, царки Победы стали сбивать доски с фамилиями героев Советского Союза, освобожавших Молдавию, ну и так далее, и так далее. Вот что началось. А потом пошли аресты. И вот тогда мы уже говорили об этом, был и Смирнов арестован, и многие депутаты. Вот что они делали. За Яковлевым вообще у Сафари какое-то устроили, за ним гонялись их спецслужбы на машине, поджидая там где-то засаду устроили, понимаете. Если бы не 14-я армия, то его бы тоже где-то там кокнули бы, как говорится, по дороге, что-то с ним бы сделали. Вот. Это было уже торжество, так сказать, торжество какой-то бесов. Началось их время. И в это как раз ночью звонит марокульца Мирча Снегру, президента Молдовы, насчёт того, что, слушайте, остановите, что же вы вытворяете здесь? Вы выкрадываете наших людей, вы арестовываете, это же террор самый настоящий. А тот ему ответил, вы слишком долго спали. Вот что сказал Снегур. Тайно собрались депутаты снова Верховного Совета, депутаты освещения всех уровней, где-то в подвале, там, на одном из предприятий терраспольских и принимают декларацию о независимости. И там уже было ясно сказано, если Молдова объявила, что она незаконное государство, Молдавская Советская Социалистическая Республика, которая была создана 2 августа 1940 года, незаконная, значит, всё, мы тогда были присоединены к вам вот 2 августа. Если вы считаете, что это незаконное государство, до свидания. Дальше живите, как хотите, а мы будем проводить у себя референдумы, и мы выясним, что нам дальше делать. Или мы будем в составе Молдовы. Если народ выскажется, что мы хотим быть в составе Молдовы, ну давайте, тогда ничего не поделаешь. Но у нас народ по-другому решил. Мы должны быть самостоятельным государством. И это было решено на референдумах. И фактически 2 сентября 1990 года это уже было тогда собственно говоря после проведенных референдумов народ высказал свое мнение. Мы хотим восстановления нашей государственности. Но 2 сентября 1990 года речь не шла о независимости. Речь шла о том, что в составе Молдовы, то есть Молдавской тогда еще республики мы можем быть но каким-то своим регионом. Иметь свою форму государственности. Автономную там или еще какую-нибудь. А уже 25 августа 1991 года декларация о независимости сказала так все мы уже самостоятельно. Мы вам предлагали вы отказываетесь создавать федеративную республику переустраивать ее на федеративных принципах. Наши было несколько раз предлагали давайте в Молдавии есть совершенно разные районы болгарские, гагаузские, Приднестровье это свое. На севере там цыгане есть, там тоже украинские. Разделим ее по таким округам, каким-то кантонам, как Швейцария и создадим федеративную республику, где будут свои законы местные и никто не будет друг другу мешать и всем будет хорошо. Вот оно будет для нас счастье здесь. Придет на этих рельсах. Молдова не собиралась это делать, наоборот они создавали своевронизированные всякие подразделения, сброд какой-то их премьер-министр Мерча Друг посылал на Гагаузию, помните, потом начались убийства в Дубосарах, на Дубосарском мосту первые жертвы, потом в Бендерах, вот как это все раскручивалось, Молдова не хотела идти. Но не хотите, значит не хотите. Тогда у нас свое государство и мы сами дальше уже живем так, как мы считаем нужным. Вот таким образом шло, это все было по этапам. Не сразу вдруг заявили, нет, у нас свое государство, мы с Молдовой ничего общего не имеем. Нет, первый съезд народных депутатов, который собрался еще в июне 90-го года в Парканах, он принял решение, давайте мы создадим здесь свободную экономическую зону, больше нам ничего не нужно. Мы в Молдове находимся, да, мы вместе с вами, но у нас свободная экономическая зона, которая была разрешена тогда законодательством Советского Союза. Создаем ее здесь, наши предприятия будут самостоятельно проводить свою экономическую политику, у нас будет какой-то там бюджет или что-то такое, как часть бюджета Молдовы. Они тоже не пошли на это. Это можно было запросто решить, никакого кровопролития бы не было. Молдова не хотела. Им нужно было взять все, ну и кроме того, им нужно было очистить эту землю, как они мечтали, от оккупантов, от мигрантов, от мангуртов, то есть всех выгнать, сделать их беженцами и отдать эти земли, так сказать, румынским хозяевам, тем колонистам, которые приедут из Румынии. Вот что, о чем шла речь. Им не нужно было федерализация, им ничего этого не нужно было, надо было выгнать всех и потом взять эти заводы, взять эту землю и между собою поделить. Вот что они хотели. Почему они шли на гражданскую войну? Именно для того, чтобы перебить население, чтобы люди испугались и лозунги там сейчас правильно вспомнили, чемодан, вокзал, Россия. Вот это ваш путь. И ради этого, ради этой собственности, собственно говоря, и началась вся заваруха с Народным фронтом и с теми процессами, которые стали происходить. Это все было, конечно, не случайно, но преднестровцы увидели, что единственный выход спасти себя, спасти свое будущее, будущее своих детей, это создавать собственное государство, что и было сделано. Валентина Тимофеевна, вот вопрос о войне в Приднестровье. Когда вы поняли и вот уже увидели, или вы до последнего не верили, что Кишинев будет так решать этот вопрос, какое у вас было ощущение? Будет договариваться или что? Нет, веры договариваться не было, потому что они постоянно нагнетали, и нагнетали, это было с нарастанием, чувствовалось, что вот что-то будет, что-то будет. Даже тогда, когда мы на железной дороге были, это еще было до войны, нас тогда уже собаками пугали, на нас собак травили, на нас тогда уже народный фронт нападал, как мог, и поэтому эти нападки еще с 90-х годов, с 91-го, в 92-м война была, поэтому и оно все так прогрессировало, но не было такого, чтобы неприятность какая-то, и все, тишина, нет, они, чем дальше, тем они больше нагнетали, нагнетали, и в конце концов, здесь же вводили миротворцев, но по крайней мере, пытались где-то договариваться с ними, ставили, уже чувствовали, блоки в Бендерах поставили, это еще до войны были поставлены, сюда ОБСЕ начало нас типа уговаривать, что у вас все обойдется, все будет нормально, но мы не верили, блоки поставили, и вот эти блоки поставили, пошли танки, поэтому им веры не было, и сейчас нельзя верить, если сейчас может кто-то себя отешит, что сейчас уже за прошедствием столько времени можно как бы и объединиться, как вот тут некоторые говорят, да никто не против, Чечня объединилась с Россией, какая у них две войны было, какие страшные были, они объединились, только потому, что те извинились, те им помогли встать на ноги, те постоянно помогают им жить, и развиваться, а что нам, блокада такая, блокада такая, блокада такая, с этой не вышел, та уже, это еще не прошло, следующее придумали, разве так можно находить общий язык, ведь только добро можно добиться, а если у нас постоянные блокады и нас постоянно унижают уже сейчас, мы снова сепаратисты, то как? А тогда, тем более, это было не на таком уровне, сейчас они, тоже идет нагнетание, мы же вот все видим, что сейчас делается, если раньше много лет как-то была тишина насчет сепаратистов, то сейчас вот эти новые заявления уже снова мы сепаратисты, а сепаратисты, это понятно, что он никогда не пройдет, и наши дети будут сепаратисты, значит, значит, наша внутренняя политика тоже влияет, если была у нас стабильность, не было вот такого, как сейчас идет грязь, то, наверное, бы они тоже этого не поднимали, этой темы, так бы вели себя немножко это самое, а сейчас все можно на авось пройдет, поэтому я считаю, что нам сейчас как никогда надо быть опять едиными, опять думать о том, что не все просто, и неизвестно, что нас еще ждет, если мы опустим рукава и будем думать, что само собой решится, ничего не решится, и тогда бы не решилось, если бы мы так думали, и сейчас не решится, одесситы тоже думали, что ничего страшного не случится, полтора миллионный город, пришла кучка 300 человек поставили на колени город Одессу, поэтому и нам здесь не надо убаюкивать друг друга и думать, что все хорошо, не будет хорошо, мы уже прошли один раз, и хочется, чтобы больше не повторилось. Николай Вадимович, вот мы последние 10 лет увидели такие события, война в Южной Осетии, признание Абхазии, Осетии, сейчас вот конфликт на Горном Карабахе снова вспыхнул, Донбасс, Украина, Игорь Николаевич Смирнов про такие события всегда говорил, что продолжается процесс распада Советского Союза, как вы к этому относитесь, действительно ли продолжается этот процесс, или это уже что-то другое, это какая-то новая история идет, и что в этом контексте ждет нас. С распадом Советского Союза он вызвал, вот джинн, так сказать, сепаратизма, был из бутылки вытащен, но не приднестровцы сепаратисты, сепаратисты, те националистические режимы, которые стали разваливать Советский Союз, Советский Союз развалили, и дальше этот процесс идет, потому что в Советском Союзе было 15 республик, так, и их краили, как там заблагорассудится кому-то там, каким-то там мелким чиновникам, мы даже не знаем их имена, кто-то там, кто-то в Кремле, но это никого особенно сильно не волновало, поскольку была единая страна с едиными законами, с единой Конституцией, каждая республика, конечно, все имела, но это были лишь такие национальные атрибуты, вот и все, и это людей не разделяли, границы государственные, чтобы поехать на Черное море там, позагорать на один день, так это нужно сколько там простоять на таможне, платить там какие-то сборы, раньше же это не было, сел в этот самый дизель, и через два часа ты на море, вечером возвращаешься домой, но когда пошел распад, развал Советского Союза, он, конечно, неизбежно привел к тому, что эти республики тоже будут распадаться, но мы видели и Чечня, вы правильно назвали, и Азербайджан, здесь и многие-многие другие, и, конечно, Молдова в том числе, естественно, сейчас это докатилось и до Украины, и не могло не докатиться, потому что их правительство вело такую политику, которая не могла быть воспринята абсолютным большинством граждан Крыма, Восточная Украина, Донбасс, это же тоже большевики все присоединили к Украине, когда они создавали эту республику еще в 20-х годах, а потом Сталин западную Украину в 40-м году, ну и так далее. Естественно, это сшитая страна из лоскутков, это одеяло разорвется, оно недолговечно. Когда был Советский Союз, все республики были долговечны, когда не стало Советского Союза, все, уже долговечности не идет. Вот Белоруссия, наверное, будет, Россия, там, я не знаю, еще может быть, какие-то более-менее стабильные государства, которые могут себя обеспечить. Все остальные, они же себя не обеспечивают. Украина была мощным государством, одним из наиболее развитых в Европе. И промышленность была, и сельское хозяйство, там все было, все у них было, кроме, может быть, нефти и газа. И что, во что превратили эту страну? Понятное дело, что развал республик это результат развала Советского Союза. Если бы на Западе политики были поумнее немножечко, они бы сами не допустили бы развала Советского Союза, они миллиарды долларов вкладывали в то, чтобы это развалить, чтобы, так сказать, поставить на колени все. Но Союз развалили, а потом стали давить на Россию, им уже мало было Союза, надо и Россию разваливать на мелкие государства и прибрать к своим рукам там Западную Сибирь, да и Восточную Сибирь, и прибрать то есть Россия сокращается до Московского кольца, до Судового кольца, вот и все, и вся Россия, а все остальные будут там где-то плавать, как им заблагорассуются, и местные мафиозные структуры будут куплены западными там банкирами и работать на юг. Но так не получилось, как, видимо, было задумано, и не получается. Вот от этого они злятся, в поводу того, что начиная там с экономических санкций и не пускать там инвалидов и людей с ограниченными возможностями на Олимпиаду. Это от злобы происходит, это не от большого ума. Но, слава Богу, в России правительство сейчас достаточно единое, уже нет такого разброда, как было это при Ельцине или при Горбачёве. Путин умеет, так сказать, собрать команду свою хорошую, и нам надо было бы у него поучиться, тут я тоже согласен, чтобы работать единой команде. Может быть, есть разногласия, может быть, есть там какие-то шероховатости, но это нормально для любого государства, для любой политической системы. Здесь ничего страшного особенно нет. Страшно, когда это всё доходит до уровня самоубийства. вот этого быть не должно. Я надеюсь, что этого не будет, и у нас хорошие перспективы на будущее. Валентина Тимофеевна, что бы Вы хотели пожелать преднестровцам в канун праздника? Вы уже сказали, что тот выбор, он был оправдан. Вот как Вы сейчас считаете, что нас ждёт в будущем? Немножко кажется, что мы... Вот 92-й год это был один народ, а вот сейчас, 2016-й, другой народ. Мы тогда не думали о деньгах. У нас не было в голове мысли, даже когда мы ходили на всякие акции, на всё вот это, нас били, с нами неизвестно, что делали, издевались, потому что не всё просто нам давалось, война и всё, всё, всё это. Но мы никогда даже в мыслях не было о деньгах. То сейчас иногда нам паёк закрывает глаза, и мы перестаём думать. И если мы будем думать о пайке или ещё о каких-то благах, прежде чем о своём будущем, боюсь, не знаю, но хотелось бы, чтобы наша республика была, чтобы мы оставались преднестровцами, гордыми, красивыми, как мы всегда были, и процветали. Николай Владимирович, что-то добавите, вот, что бы вы хотели пожелать? Ну, я пожелаю, конечно, всем нам процветания, всем нам мира, спокойствия, дружбы, взаимопонимания, ну, не знаю, такое слово скажу, толерантности, что ли, более-менее, так сказать, понимать, что рядом с нами живут люди разные, и по-разному мыслят. Надо исходить из того, что нас объединяет. А нас, преднестровцев, объединяет одно. Это наша история, это наше настоящее и наше светлое, надеюсь, будущее. Очень хочется поздравить всех женщин забастовочного комитета, и вообще, теперь уже мы, как бы, тогда мы были забастовочны, а сейчас мы просто женщины других организаций, и вообще женщины Приднестровья, с тем, что мы были начинающими становление нашей республики. Мы все сделали, чтобы она была, и давайте мы все ее сохраним, потому что это самое святое, что у нас есть, это наша республика. Будет республика и будем мы живы. Большое вам спасибо, что пришли к нам сегодня и вспомнили эти события истории. А я напоминаю, что 2 сентября республика будет отмечать очередную годовщину образования, праздничные мероприятия будут освещать наш телеканал, поэтому следите за эфиром. На этом у меня все. До встречи на Первом Приднестровском. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...